9 мая. Дата, вокруг которой было много споров и до полномасштабного вторжения в Украину. Некоторые страны постсоветского пространства, включая Молдову, давно отмечают не только День Победы, но еще и День Мира или Европы, как у нас. Но все-таки память жива и День Победы не отменяли. В Молдове практически нет семей, которых бы не коснулась Вторая Мировая. Однако последние годы кремлевская пропаганда использует войну в своих интересах и возводит ее в культ. С каждым годом День Победы в России становится все более милитаристским. Все чаще можно услышать, что это праздник победобесия. Какие формы оно принимает в российских детских садах и школах – отдельная тема. Сегодня акцент поставим на подмене понятий в исторических событиях и как это отражается на умах современной молодежи. Об этом поговорим с политологом, сотрудником Карлова университета Александром Морозовым. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Я вас приветствую и рада видеть в эфире Молдова-1. Нам известно, Москва готовится к проведению традиционного парада сейчас. Он состоится практически сразу после очередной инаугурации Владимира Путина. Эксперты считают, что российский президент доволен положением дел на фронте и его настрой будет продемонстрирован миру. Вот как вы думаете, каким будет этот парад на Красной площади? Ну, мы уже видели традиционные кадры подготовки к параду. Каждый год российская военная техника идет по Тверской улице в центре Москвы и примерно можно ее видеть еще до того, как парад состоится. Но вы совершенно правильно сказали о том, что парад 9 мая и сам праздник 9 мая, он совершенно по-разному празднуется в Европе и в России. В Европе этот праздник давно стал праздником достижения мира, а вовсе не военной победы. Существенным является то, что сам Европейский Союз как форма воспринимается в Европе и политиками, и многими гражданами именно как форма такого единства, которое является некоторым предохранением от повторной возможности войны. Европа очень дорожит тем, что последствия войны, Второй мировой войны, они преодолены, они полностью, эти последствия превращены теперь уже в такую последовательную философию взаимосотрудничества, коммуникации между европейскими народами. А в России в это время, по крайней мере, во всяком случае, уже 15 лет, 9 мая это действительно праздник милитаризма, это праздник, я бы сказал, возможного реванша. Именно поэтому в связи с 9 мая каждый год в России звучат вот эти знаменитые раньше слова «можем повторить», то есть угрозы некоторые, угрозы воображаемым российским врагам и бесконечная благодарность, выражаемая военным поколением, советским военным поколением, но выражаемая в самых мрачных каких-то формах. В частности, если вы помните храм вооруженных сил российских, построенный на Поклонной горе, такой символ, черный мрачный символ какой-то массовых жертв и какой-то мощи, воображаемой мощи русского оружия. Вот это все действительно есть и это подготовило в значительной степени и нынешнюю агрессию против Украины. Александр, давайте поговорим и о приглашенных. Конечно же, на параде будет лидер Белоруссии, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана и Кубы. Но теперь есть и новички, а именно представители Лаоса и Гвинеи Бесау. Какое отношение имеет Лаос и Гвинея ко дню победы в Великой Отечественной войне, как называют ее в России? Можете объяснить? Никакого. Ну, кроме того, что российская дипломатия ведет неутомимую борьбу за то, чтобы хоть кто-нибудь приезжал бы в Москву в последние годы, особенно уже в годы агрессии, поскольку страны-лидеры разные, причем не только западные, они теперь уже в Кремль не ездят в Москву, стараются этого избегать. И Владимир Путин тоже потерял возможность приезжать во многие страны. Сейчас, 9 мая в этом году, мы знаем, что 20 европейских стран из 28 стран Евросоюза отказались, их руководство отказалось приезжать и даже присылать своих дипломатических представителей, скажем, консулов или послов, которые в России работают. Так что отсюда и Гвинея и Бесау, если у вас отказываются все и не хочет ехать даже глава Армении, нынешний премьер-министр Армении, то приходится рассчитывать на Гвинею и Бесау. Кремль активно работает в Африке, мы это знаем, пытается там коррумпировать политические режимы для того, чтобы продвигать свои экономические интересы, но вот находит там руководителей, которые готовы приехать. Ну, примечательно, что Алиев и Пашинян приедут в Москву, но на саммит, но не останутся на парад. Вот, Александр, нам полчаса назад стало известно, что свой визит в Москву объявила глава ГГУСКОЙ автономии Евгения Гуцул. Вероятно, на параде она будет. Вот официальные лица Молдовы давно не посещают это мероприятие, и это еще больше поляризирует общество молдавское. Вот как вы думаете, это была сделана ставка Кремля? Ну, во всяком случае, это ожидаемое событие, потому что недавняя поездка главы ГГУСКОЙ в Москву, она очень, на самом деле, довольно пышно освещалась в российской прессе, мы это видели, там этому придают значение. Значит, Кремль дал какое-то добро на то, чтобы подробно освещать этот визит, хотя это всего-навсего визит и не главы государства вовсе, а главы автономии. И здесь, конечно, да, есть последовательная сейчас игра Кремля против руководства Молдовы, и ставка делается, к сожалению, здесь сейчас как раз на ГГУСКОЙ автономию. И, ну, можно сказать только одно, что да, эта поездка вполне ожидаема. Александр, давайте поговорим еще и о символах Дня Победы, да, в первую очередь речь, конечно же, о Георгиевской ленте, именно она приходит на ум. В Берлине накануне запретили, кстати, ее ношение, в Молдове тоже есть подобный запрет. Вот в этой связи, что будет со всей этой символикой, особенно после войны в Украине? Да, это интересный и важный вопрос, потому что не только Георгиевская лента, но и многие-многие символы окончания Второй мировой войны, участия в этом Советского Союза, тогдашнего Советского Союза, они, конечно, стали очень широко распространены. И 20 или 30 лет назад они не вызывали бы никакого возражения. Сегодня, действительно, все эти символы, и Георгиевская лента, и многие мемориалы, связанные с советскими солдатами, и то, что связано с орденами, да, с символикой советских военных орденов, и многое-многое другое. Все это сегодня во многих странах воспринимается уже вовсе не в контексте окончания Второй мировой войны, а все воспринимается в контексте этого нового российского реваншизма. То есть угрозы, которые Кремль прямо навешивает над европейскими народами. Поэтому нет ничего удивительного, что и в Чехии, где я нахожусь сейчас, здесь тоже ограничено все то, что раньше было возможно. Скажем, автопробег, который был мотопробег, знаменитый, многие годы по Европе шел из Москвы в Берлин. Теперь его нет, он, так сказать, запрещен, и эти ночные волки не могут въехать на территорию Евросоюза. Георгиевская лента, действительно, она предосудительна стала. Это вполне, надо понимать, что это вполне естественный ответ на угрозу, которую представляет собой сегодняшний Кремль, который на глазах Европы ведет просто руинирование городов в опасной близости от самой Европы, использует тяжелую технику, ракетную технику и так далее. То есть это, конечно, влияет на восприятие всей этой символики, советской символики периода Второй мировой войны. Александр, снова вас благодарю за то, что нашли время с нами пообщаться. Спасибо вам огромное. До встречи. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.